Этот травяной пожар под Сызренью сняли на телефон очевидцы. Автор видео признаётся, что боится задохнуться на задымлённой дороге. Стена пламени угрожает и жилым домам. В такой ситуации сегодня многие районы города. Например, здесь, у заросшей камышом поймы Кубры, людям остаётся надеяться только на пожарных и спасателей. При этом пока одни горожане на работе, пенсионеры дежурят на улицах и готовят шланги с водой. И караулем, вот и ночью встаём, караулем, и это зажигает. Почему, не знаю, что вот с ней делать. Камыш в поймах заполыхал с наступлением тепла. Но самостоятельно сухостой загореться не может. Специалисты убеждены, травяные пожары – это дело рук поджигателей. К тому же в траве полно мусора, который тоже набросали немарсиане. Может быть, кто-то выжигает траву с тем расчётом, что она выгорит, на этом месте быстрее вырастет молодая и гореть уже не будет. Вот. Опять, трава никогда сама не горит. Это исключительно человеческий фактор. Или же это сознательно делается, или это чья-то небрежность. Посидели, костерок пожгли, ушли, и оно дальше пыхнуло. Сызрань пересекает несколько малых рек, и почти каждый день в городе происходят десятки возгораний. Чтобы предотвратить трагедию, по улицам колесит автомобиль муниципальной аварийно-спасательной службы. Из динамиков звучит обращение «Люди, не разводите огонь». Уважаемые жители Сызрани! В последнее время участились случаи горения, травы и мусора. Всех, кому нужно скосить траву, либо провести опашку около дома, призывают обращаться в комитет ЖКХ, где составляется график таких работ. В Сызрани уже создана группа быстрого реагирования со штабом в администрации города. С сегодняшнего дня и до середины октября начал действовать особый противопожарный режим. Патрулировать будут дачные массивы, лесопарки и места отдыха у рек. Повсюду, где даже один брошенный окурок может зажечь целую пойму с камышом. За счет разлета вот этих вот камышей, но он же легкий, его ветром поднимает и он несет. И куда потом эта вот кисточка горелая прилетит, в какой двор, под какую крышу она залетит. То есть при таком самом критичном развитии пожара здесь ни один дом может полыхнуть. За разведение огня в неположенном месте человека могут оштрафовать на 4 тысячи рублей. А за умышленный поджог грозит уголовная ответственность. Анатолий Волошинский, Вести детально.